Эту песню под названием «Бангкок» самарская студентка Алина Прокофьева написала за один вечер, но потом дорабатывала и пробовала различные аранжировки. На это ушло несколько месяцев. В конкурсе «Студенческая весна» участвует в четвертый раз. В прошлом году стала лауреатом. Говорит, сейчас находится на пике своего творчества и рассчитывает на победу, несмотря на то, что в этом году фестиваль пройдет в необычном онлайн-формате. Я думаю, этот порыв произошел где-то из глубин души, поскольку в сложившихся обстоятельствах мы все страдаем от нехватки открытого творчества. И на эту идею меня натолкнули мои друзья, в частности люди, которые всегда занимались «Студвесной» в нашем университете. У нас идет лестница преемственности. Наше поколение – все поклонники «Студвесины» и активные участники. Авторские стихи, музыкальные композиции, танцы, театральные постановки и новое направление журналистика и СММ. Оценивать работы студентов будут эксперты – музыканты, актеры, танцоры, режиссеры, журналисты. Принять участие в «Студвесне» может любой студент. Для этого нужно подать заявку на сайте, а затем выложить видео в любой соцсети, указав хэштег «Студвесна онлайн». Мы надеемся, что в ЦМ области будет много участников. В целом, по России, проект пользуется большой популярностью, потому что это возможность показать свое творчество и экспертам, и зрителям, при этом не снимая, не арендовывая большие залы и не выступая на сцене. Фестиваль с каждым годом набирает обороты. В прошлом году в нем приняло участие около 12 тысяч студентов самарских вузов. На галоконцерте свои номера представили несколько сотен участников. Елена Малюцина, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok